Блин, да где это? Строительная 2Б Нашел! Держи Что ты делаешь? Что ты нервничаешь? Да успокойся ты, это всего лишь вахта Вот чистая, чистая, держи 3 недели пройдет, глазом моргнуть не успеешь Вахта? Ты имей в виду, если что-нибудь там опять выкинешь, я тебя сперва убью, а потом разведусь Мы там, между прочим, серьезным делом занимаемся Строим мост, стратегически важный объект Видела я, как вы там мост строите, ютуб мне в помощь Тарзанки с моста прыгнуть Ну подумаешь пару раз стиганули, ничего страшного Проверили мост на прочность Все лучше, чем по бабам бегать Кстати о бабах А где наша мамульчик? На встречу выпускников наша мама Подожди, она же в пятницу ушла Я думал она к тете Люге пошла Ооо, какие фотографии Ага Ого Ага, вот видишь Как мужика проводить спонсора? Готова пройти? Готова? Ну ты всегда готова, Марго, ты у меня всегда готова Мало того, что ты блондинка, как я Я, кстати, тоже блондинка, просто, видишь, и химия не получила Ага Девочки, сначала нужно красиво встать Все-таки поза решает все Да, Марго Знаешь, что с ней все в порядке Ну да Ооо Ооо Есть Ну хлопаем, ну балерина Балерина Вся в меня А то я, кстати, тоже, а Марго Ты же, значит, тоже бывшая Балерина Ну ладно Так Вроде все положила Так Телефон здесь Маски Перчатки Антисептик Антисептик А это что? Это противогаз Самое надежное советское средство Маски могут кончиться, противогаз никогда Надеюсь, ничего не забыл Все взял Ну все, Верунчик, давай С Богом Не скучай Угу Хотя нет, лучше скучай Хе-хе-хе Да некогда мне будут скучать Скоро дети вернутся Не, не привет Ты смотри, там стартанки больше, чтобы... Да не, ладно, не переживай Пока Вера Вера О, Гош, привет А я вас хотел на Иван-чай позвать Угу Всегда З тобой Навек Родной Люблю Тебя Я Город Блин, ты опять сел Крутятся Поварихи Медички Уле я доверяю За 20 лет брака он ни в чем таком замечен не был Вообще-то об этом на каждом углу и не кричат Ой, Лариса, давай созвонимся позже Мне сейчас грядки надо пропалывать, пока жара не наступила Послушай, какие могут быть грядки Какие созвонимся Давай лучше встретимся Пока в твоем отъезде мы с тобой девичник устроим Как раз пообсуждаем, как лучше поступить в этой ситуации Ну ты что, сейчас же самоизоляция Ну если только по скайпу Ой, какая ты скучная, Верка Как с тобой Тодик живет, я не понимаю Ну прости, прости, ну по мне ты слишком правильная А вот мужу как раз это во мне и нравится Поэтому мы столько лет вместе и живем Ну ладно, давай созвонимся Ладно, пока Достало вообще Тодик! Эй, есть кто? Гости приехали! Кто еще? Хоть бы дома был Толик! Фу, слава Богу добралась Наконец-то, чуть каблуки не переломала Фу Ой, здрасте Здравствуйте, вам кого? Строительная 2Б Да, здесь А вы, наверное, сестра Толика? Он мне про вас рассказывал Нет Ну, а я Александра, невеста Толика А я Вера Толина жена Чего? В смысле жена? Ты что несешь? Да мой Толик не женат Ты попутала что-то? Ну, раньше был Ну, сейчас это Вдовец Что? Вдовец? Я что, по-вашему, на труп похожа? Ну... Ну, выходит так Пока, дорогой Монша, пока-пока Люблю, люблю, целую и жду встреч Эх Из двоечника Такой орел вырос Ну, надо было его еще раньше брать в школе Что? Проваливай отсюда, это мой дом, мой муж Да какой твой? Мы с Толиком полгода встречаемся Он меня даже замуж позвал Вот, кольцо, смотри За 10 штук покупали, вдвоем выбирали Дешевка Сама ты дешевка Это ты дешевка, потому что по чужим мужикам ходишь Да ты за базаром-то следи Как жене сапоги за 6 Куда? На Убирайся отсюда Сейчас же Ага, вот еще Куда я, по-твоему, убираться должна? Я свою квартиру в аренду на полгода сдала А все деньги потратила на дорогу Ну, думаешь, ближний свет из Тюмени Добираться? И вообще не виновата Что ж твой муженек наливал что холостой И вообще зови сюда, Толик Зови, пускай он нам двоим ответит За все Как я его позову? Зови сюда Он на вахте Через полмесяца только будет Как полмесяца Сейчас подожди Позвоню ему Ну вообще Трубку не берет Мне не отвечает Вот козел Вернее кобель Что мне теперь делать? Проваливать Ага, сейчас Я его здесь подожду Как бы ты не хотела Ну сейчас же О, Толик Мама Ну сделайте что-нибудь Да, Вдолькина, любовница Она с нами жить собирается Идите, умоляй Какая любовница? О, Толи? Да, да Вообще Странно Я что теперь Как валиды Султан был Как валиды, мама Завязывайте с турецкими сериалами Да я ее убью И тогда вы не валиды А то не твой странится Тихо-тихо-тихо Прости, Верочка Ну ты же знаешь Я ваши дела с анатолием И никогда не лезла У меня принципиальная позиция Не мешательство Ну, вы все равно потом помиритесь а я гребусь мне это надо ну будьте на твоем месте нет конечно позвонила копать у копать к у мамы вы супер это идея знаю здравствуйте Здравствуйте, девушка. И не стыдно вам в чужую семью лезть? А что сразу я? Я никуда не лезла. Ух ты, ух ты. Да он сам заливал, что не женатый. Птичка моя. Да, муж меня звал. А я дура, я дура свою в аренду квартиру даже сдала. Ого. А он, Коби. А вы вообще, женщина, кто? Ваша несостоявшаяся свекровь. А-а-а! Что же вы, товарищ свекровь, своего Анатолия плохо воспитали? Ну, милочка. Претензии не принимаются, потому что последние 20 лет его жена воспитывала. 20 лет? Ну, я дура. Девушка, вам самой-то не 16. Давно уж должны знать, что все мужики козлы. Что мужикам-то доверять последнее дело. Да, мне не 16, да, не 16, 40 мне. И что, я тоже хочу выйти официально замуж. Так, и вообще, я никуда, отсюда не уеду. Понятно? Идти мне некуда. Я остаюсь здесь, все. Дело ваше, милочка. Но вы учтите, что Верушка уже вызвала Копатько. Какого еще Копатько? Он приедет, увидите. Да мне вообще пофигу на вашего Копатько. Да кто бы сомневался. Да разбирайтесь вы сами. Где этот Копатько? Живо домой. Сволочь. Так вот. Вера! Что? Верочка, потрясающе выглядите. А я вас хотел на Иван-чай позвать. Георгий, вы издеваетесь? Здесь и поселюсь. А что, комната нормальная? Блин, дети. Толя, козел. Что мне теперь делать? Как я и скажу. Алло, мам. Привет. Привет, дорогая. Только что о тебе сейчас говорила. Вот суд же и больше разговаривать-то не с кем. Как дела? Не выгнал тебя еще твой, милый? Да нет. Да нет. Все хорошо. Нет, не выгнал. Я просто так позвонила. Спросить, как у тебя дела. Все хорошо? Какая ж ты у меня непутевая. Додумалась. Уехать? Неизвестно куда. Вот тут же девочка моя хоть помогает мне. Вот умница, да. Она одна. А ты у меня вообще непутевая. Я не знаю, что с тобой делать вообще. Как тебя еще перевоспитывать? Мне уже внуки нужны. Вот одна Уджи меня только понимает. И всего лишь ты. Ну ладно. Ну давай. Давай пока. Вау ляпалась. Всем пока-пока. Привет, я дома. У меня все хорошо. Хорошо. Мне и здесь неплохо. Я полицию вызвала. Сейчас тебя вскроют. Да пошла ты. Сама дура. Че? Че слышала? Мама, ну сделайте что-нибудь. Ты назаперлась там. Лерочка, ну ты успокойся. Присядь. Столка пережила. Ты-ка, Патько, вызвала? Вызвала. Ну так не мандражируй. Приедет, выгонит. Главное на твоей стороне. Правда, прописка и право частной собственности. Береги здоровья. Не могу поверить, что Толя меня предал после стольких лет. Ой, Верочка, я от своей сынули. Тоже такого не ожидала. Ну ничего. Приедет? Разберемся. Ну че тут разбираться? Развод и точка. Верочка, ты горячку не пари. Ну, сходил мужик один раз налево. Ну с кем не бывает. Какой еще один раз? Да мы с вашим сыном живем. Вы видели это? Он сам меня замуж звал. Ах ты жаба попырчатая. Ты что здесь делаешь? Кто я? Да. Надо попасть. Сейчас. Я не буду. Доброе утро. Черт. Капочка. Ирина Петровна, наконец-то. Стоять. Маска где? Назад. Да вот маска. Не заразная я. У меня террористка дома засела. Выселите ее. Нехорошо так, Вера. О своей свекрови говорить террористка. Маргарита Захаровна, я понимаю. Женщина своеобразная. Но так сказать... Да при чем тут моя свекровь? Там Толькина любовница. Наша спальня заперлась. Арестуйте ее. Я не знаю, что так сделайте. У Толика любовница. А такой примерный семьянин казался. Нина Петровна, ну... Если... Если вы мне не поможете, то вам придется прямо сейчас труп оформлять. Потому что я ее придушу. Не надо никого души. У тебя и без того проблем в доме хватает. Как? В смысле? В прямом. Вот ты мне, Вера, скажи, как на духу, честно, имела ли твоя свекровь? В контакт со своим одноклассником в прошлую пятницу Чубчиковым Игорем Вениамильичем 62-го года рождения. Какая разница, господи. Моя свекровь свободная женщина. Что хочет, то и делает. Вы только на любовницу, только уберите из моего дома. По крайней мере, в ближайшие две недели никак не могу. Почему? Чубчиков этот, помощник депутата. А депутат заболел коронавирусом. И поэтому все его окружение подлежит карантину. Вы у нас первые в районе попадаете под карантин. Чего? Две недели. Жесткий карантин. Ну ладно, я-то посижу. Я-то посижу. А вот Толькина любовница, она из Тюмени приехала. Может, заразу какую привезла. Так что забирайте ее. А, еще и приезжая. Еще инфекцию привезла. Ну все. Ее нам делать некуда. Обсерватория еще не готов. Изорилировать нет возможности. Поэтому сидим все вместе на карантин. Вот, если думаете сбежать, ознакомься с постановлением и с санкциями, которые вам будут предъявлены, если вдруг вы сбежите с карантина. Какие справы тут? Если вы бежать, думаете. Да вы что, с ума сошли, что ли? Все, сидим дома, детка. Разговор окончен. Пошла, 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 пошла. Все. Работенка твою мать. Вероня, ну прости меня, дуру подлую. Если бы я знала, я бы никогда. Мама, ну зачем вы пошли на эту подпольную встречу? Да не говори, черт меня дернул. Ну все пошли, я пошла. Ну что, не дура, что ли? Конечно, дура. Господи, ну чтобы этот Чубчиков-то еще зараза, я даже не подозревала. Ой, а с этой что делать будем? В обсерваторию отправим. Правильно. Ну что-то мне подсказывает, что эта зараза без боя просто так не сдастся. И я без боя не сдамся. Я не позволю этой бабе в моем доме командовать. Вероня, Вероня, спокойней. Вероня, у нас дети. Что ты сейчас будешь делать? Она, во-первых, закрылась. Ну что, двери будем взламывать. Мы с ней просто через день поговорим. Она уйдет. Я тебя прошу, Вера. Да, она уйдет. Ну пожалей меня. У меня давление, нервы. Ты что, с ума сошла, что ли, Вера? Откуда тебе, сука, кровожадности, скажи мне? Нафига она тебе нужна? Я тебе умоляю. Вера, Вера, это же убийца. Вера, ты понимаешь? Вера, я тебе умоляю. Сейчас мы решим эту проблему. Да пошла. Вера, мы ее выгоним. Только не таким способом. Верочка, Верочка, пожалуйста. Сама выйдешь, или я дверь топором вышел. Девушка, девушка, открой. Верочка, откройте дверь, пожалуйста. Верочка, у нее реально топор. Да давай, руби. Мне уже все равно деваться не надо. Чем там морить с позором, возвращаться? Да куда эта моя комната? Вы что творите-то? Чемодан, Верочка, я хочу варить. Чемодан, да? Девочки, давайте жить. Девочки, давайте жить вкусно. Я вас умоляю. Я вам ничего там не сказала. Девчонки, девчонки, вы такие хорошие. Девчонки, девчонки, девчонки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой, здрасте. Здрасте. И куда же там мы собрались? Здравствуйте. Что здесь происходит? Я же вам сказала, что вы на двухнедельном карантине из дома ни ногой. Штраф видели? Какой штраф? Какой, блин, карантин? Да вы что, совсем? Я, конечно, зараза со стажем. Но я столько не стою. Вам бы, Маргарита Захаровна, я вообще бы посоветовала быть избирательной в своих связях. Я понимаю, что вы звезда Инстаграма. Ведь не каждому дано быть жаркой марго. И все-таки. Нина Петровна, не нужно так откровенно завидовать. Мама! Штраф выписывать сейчас будем за нарушение постановления. Вот что происходит. Тихо, 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 Нина Петровна, не надо нам никакого штрафа. Сидим тихо дома, детки. Мама, я никого не интересую. Сидим тихо, собираюсь. Пусть идем в больницу или в изолятор. Не надо, не надо. Ага, сейчас, давайте не в этом изоляторе. И вообще, я здесь буду самоизолироваться, поняла? Мы уходим, уходим, уходим. Девочки, помыть, ждите. Извините, извините. Значит так, мои дорогие. На период карантина мы зарываем топор войны. О, Господи. И запомните, ни один мужик не стоит драки. Даже если этот мужик, мой родной сын, хотя, если честно, вот никогда бы не подумала, Анатолия такого не ожидала. Может, у него кризис какой случился? Да какой кризис? Кобель он бессовестный. Вот и все. Еще я повела. Ничего, ничего, детка. И не такое бывает в жизни. Значит так, мама, выбирайте. Либо я, либо это ваша детка. Я с ней под одной крышей жить не собираюсь. Верочка, ну ты же ее-то пойми. Она же не знала, что Толя это жена. Мне идти некуда. Ты же не знала. Конечно не знала, мне идти некуда. И в этот ваш изолятор я не пойду. И куда ты собралась? Я найду. Мы же подохран... Вера, вернись, Вера, подожди, Верочка. Вообще, что-то кушать хочется. Они вообще варят здесь что-нибудь. Колбаска. Ву, вляпалась, а? Вера, Вера, дорогая. Надеюсь, что-то можно делать. Господи, Верочка. Дорогая, я переживаю за тебя. Скажи мне. Ну подумай, жгульнул. Не принимай так близко к сердцу. Вот это куда? Тоже гульнуть. Это как? Да вот так. А почему? Толе можно, а мне нельзя. Вон сосед к лине подбивает. Давно уже. Пойду, схожу. Ты серьезно? Вера, ты же не такая. Ты это не можешь делать. Толя тоже был не такой. И что? Вон, любовницу на дом вызывали. Вот теперь с ней милуйтесь. А я пошла отсюда. Верочка, Верочка, ну подожди. Ну не руби так в плечах. Ну не делай ты глупости, а. Ты же потом пожалеешь, а. Я уже сделала 20 лет назад глупость. Вышла замуж за вашего сына. И что теперь? Троих детей родила. Ну и что? Ой, Вера, все равно ты не права. Ой, ой. Ой, ой. Вера, вернись. Вера. Да не уходи ты, стой, Вера. Гоша. Георгий, вы здесь? Вера. Георгий, Георгий, вы здесь? Верочка. Да, здесь. Вы меня звали. Да, звала. Скажите, я вам нравлюсь? О, конечно. А что-то случилось? Да, случилось. Я решила стать вашей любовницей. Вы рады? Нет, ну да. Ну конечно. Ну так помогите перелезть. Ну, может быть, как-нибудь через ворота? Как-то безопасней. Да нет, там меня менты пасут. Менты? В смысле менты? Какие менты? Так, а, точно. Сейчас. Какие менты? О, что надо? Серьезно? Лестница? Ой-ой-ой. Сейчас. А это безопасно? Да вы уверены? Ой-ой-ой. Господи. Спасибо. Ой-ой-ой, Верочка. Это безопасно? Да-да, все нормально. Слушайте, может, а точно менты, а? Может быть, через ворота. Все, будь нормальна. О, Боже. Женщина, да очнитесь вы. Только трупа мне не хватало. Кажется, жива. Ой, эта лестница. Вы меня слышите? Когда-нибудь убьется. Где Верка? Верка убежала. Верни, догони ее. Да как я ее догоню, она меня слушать не будет. А ты скажи, что я при смерти. Давайте, вставайте. Ну, все хорошо, только не двигайтесь. Давай, давай. Ой, как глинануло. Послушайте, Верочка, да? Вот как здорово у нас на природе здесь, а? Не то, что в этом городе пыльном, душном. Там пробки постоянно, стресс. Вот это вот, все недовольные люди какие-то. Вот вы какие все, а? Вот дружелюбные, улыбаетесь. Кстати, давно хотел вам сказать. Вы сексе. Чего? Ну, в смысле, я хотел сказать, что платье вам, ну, очень идет. За встречу. Лая, вы знаете, вот так на жену мою похоже. Ну, в смысле, на бывшую. Ну, почти. Вы все мужики такие. Сами с другими женщинами встречаетесь, выпиваете с ними. А потом Женя домой. Я был с друзьями, я был по делам. Вы это о чем? А, так она же бывшая, мы же в разводе. Ну, почти. Конечно. Так все говорите, почти. А вот меня мой почти похоронил. Ой, а это как? Почти похоронил. Да вот так вам, мужчинам, выгоднее быть вдовцом. Женщины вам тогда относятся более жалостливо, если что, пожалеют, груди прижут. Ну, чего сидим? Вставай давай. Там всегда рука твоя шандарахнула. Как это шандарахнула? Ну, так с лестницы упала. Я и скорую, она Верку зови. Вот я и зову. Да что же это такое? Верочка, Верочка, вы куда? А как же я? Мама, что с вами? Как вы? Я говорю, сильно жандарахнулась. Подняться можете? Да я, ой, заклинила, не трогай меня. Может, скорую визуать? Да какая скорая? Все, вы виноваты своими разборками. Не говорите глупостей, мама. Так вот, чтобы они в скафандрах приехали, соседей понапугали. Слушай, может, мы ее здесь оставим? А что, одеяльце, подушечку принесем? Нет, здесь нельзя оставлять. Сквозняки продуют спину. Хотя? Чего хотя? Чего хотя? Ну-ка, где тапок? Поднимайте меня синхронно. Только потихоньку, только осторожно. Ой, ой. Ну, давай. Ну, как же так лучше? Ну, тащить так тащить. Ой. Ну, Толя приедет, и я ему починю лестницу. Ой, подожди. Ой, подожди. Ой, подожди. Ой, девчонки. Ой, давайте, не ослабляйтесь. Еще по лестнице пилить и пилить. Мамочка. О-о-о. Аккуратненько. Аккуратненько. Прави, 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 прави. Прави. Осторожно. Ой, ой, ой. Умирать. Вот тут вот. Надо же так было шандарахнуться. Вот тут вот посадить. Вот так. Ой, потихонечку, потихонечку. Ой, ой, ой. Ой, все, все. Тихонько. О, жжи, жи, жи. Уже, уже. Ой, 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 ой. 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 Какое счастье. Имеет двух невесток. Ну, надо же вообще. Вы извините, мама. Но язык у вас как помило. Зачем такое брякоть-то было? Я что такого сказал? Да ничего, блин. Правда говорят. Маленькие детки, маленькие бедки. Большие детки, большие бедки. Как меня все достало. Можно? Ну, заходи. Ты это, не сердись. Ни на нее, ни на меня. Я и правда не знала, что он женат. Иначе не приехала бы. Ну, ты думаешь, мне самой все это нравится? В чужом поселке, чужими людьми, без денег. Сама виновата. Сюрприз хотела устроить. Думала, так лучше будет. У меня всегда все, всю жизнь все через одно место. Всю жизнь вот так. Ты есть хочешь? Ну, да. Я целый день сегодня еще не завтракала. У меня тут котлеты есть. Вчерашние. Да, я котлеты люблю. Ты знаешь, вот я даже сама не знала, что так все получится. Понимаешь? Вкусно готовишь. Это Толя готовил. Это фарш, его рецепт. Слушай, да не расстраивайся, что так все мужики кобели. Только одни скрытные, а другие явные. Типа нашего. То есть твоего. Да забирай ты его. Карантин кончится, подам на развод. Все. Слушай, ну не руби все так с плеча. Мужик-то он неплохой, но отступился. Ну с кем не бывает. Толя, которого я знаю полжизни, он так поступить не мог. Мы с ним 20 лет женаты. Ну как так вообще? Ну вот как можно было? Ну вот может по этому на сторону и пошел. Что скучно стало? Перчинки захотелось. Вот пусть и дальше жрет свой перец. А с меня хватит. Только ты учти, меня предал. И тебя предаст. Кто бы спорил? Ведь не кается же ему, а. Ты такая разная, но самая прекрасная. И мне домой так хочется идти. Ты родная женщина, любимая и нежная. И лучше мне вовеки не найти. Ты моя женщина, проверена судьбою. Интересного очень много. Здорово. Не вас, не выводи. Не от рук вы болеете. На кого хозяйство-то оставил? Акторию рассказываю. Тут что-то заговорили про рыбалку. Один раз с другом на рыбалку приехали. Вот буквально ниже вот здесь вот куста. Ну и сидим, все это дело. Смотрим, лодка подъезжает. Мужичок подъехал. Мы говорим, дай прокатиться. Мы с девчонками прокатимся. Ну и в оконцовке сели на лодку, поплыли. Получается, девчонки начали танцевать в лодке. И она прокинулась. Поплыли, пошли. Пошли. Плывет, знаешь? Да. Ну слушай. Да не перебивай. И вот. И когда, значит, они на берег-то вылезли все мокрые. Ну и попросили. У вас, смотри, Толян приехал. Здорово, Толян. А что твой баул-то, а? Вещи где? А? Баул? А в машине? А машину что кто-то забирать-то будет? А Карифан подъедет, заберет. Ну и пошли ты. А как едешь? Еду? Ты же говорил, что все. Ну, что, о чем? Последний раз. Дома слезы. Да ну слезы. Что мне жена указ, что ли? А что? Уже все? И что сверху не дает? Нет, нормально. Ну, каблук тоже в машине. Нет, она тоже не указа. Это так просто получилось. Я вот как раз, кстати, про это и рассказываю. Девчонки-то у меня в машине мокрой переоделись. С лодки-то, когда они вылезли, когда она прокинулась. Что, домой приехали, все. Я своей говорю, иди рыбу возьми. Там я наловил много. Ну, думаю, задобрю рыбой. Она приходит и так вот держит. Ага, говорит, это что такое? Ну, ты говоришь, что ты, какой ты щуку ловил? А я смотрю, лифчик. Ну, ты рыбак. Поймал. Девчонки забыли лифчик. Я такой, ага, она говорит, это на какой ты рыбалке был? Я говорю, ну, вообще-то, мне пора на вахту ехать. И мы вот с другом. Это не его, это не мое. И, в общем, с тех пор я все на вахтах, на вахтах, не появлялся. Ну, вот ситуация вообще. Блин, парни, есть зарядка у кого-то? Зарядка. Да вон пауэрбанк мне, возьми в сумки в моей. Вон зеленая сумочка стоит. Вот это, вот это. Тут? Бери, бери здесь. Бери аккумулятор у вас. И погодка-то стоит. Все, чтобы нанести его, на рыбалку не на работе. В следующий раз, Сань, на рыбалку-то нас бери с собой. Да, обязательно возьму, конечно. Ну, как же нет. Ну, и лодку уже побольше надо. Да. В следующий раз возьми. Да, надо будет как-то съездить. Какая вещь. Ну, надо будет созвониться там. Как соберешься, то лодка не та, то погода не та. Да, у тебя сразу. Лишь бы лодка не опрокинулась, да. Это Толян загруженный какой-то. Ты журненький кореец. Самое интересное, что, ребята, там, где я там, никогда ничего не случается. Такого, что прям серьезное было. Жара. Живой? Съездили на вафту. Вера! Вера! Верочка! Иду, иду. Куда же вы так быстро убежали? Я думал, мы продолжим наше общение. Коша, ты извини. Свидание отменяется. Я на карантине. В каком еще карантине? Коронавирусном. У меня свекровь тут погуляла. Главное, все обработать. Успеть ее обработать. Так, кружка ее. Слушайте, фух. Главное не паниковать. Главное, чтобы был план. Она сидела здесь. Пила отсюда. Вилка ее. Все. Все справимся. Главное, чтобы хватило дезинфектора. Все на этом. Мне не хватит. Надо большой. У меня же есть большой. На всякий случай. Вы безответственные, конечно, люди в деревне, а? Ой, больно. Да, Маргарита Захаровна. Да, Маргарита Захаровна. Ну, почему кричики-то? Я даже еще не начинала ставить. Ну, в самом деле-то. Да? Странно. Ну, ты это, скажи, когда начнешь. Да скажу, скажу. У меня все из головы не выходит. Как это мой сынуля мог такое отчебучить? Невозможно. Мужики, что с ней взять-то? Готова. Как? Уже? Слушай. Как долго ли тут? Шурочка, золотые у тебя ручки. Уколы ставишь прекрасно. Короче, оставайся у нас второй женой. Верочку ты. Знаешь, подружилась почти. А Толика мы выселим в сарай. Да вот, Маргарита Захаровна, вы что несете? Веська не гуляет. Ну, на сторону. Себя-то слышите? Что несете-то? А что? Самый лучший вариант. Знаете, что я вообще ни за что здесь не останусь. Как только карантин этот закончится, я сразу отсюда уеду. Хватит. А что есть куда? А я тебе место на диванчике предлагаю. Так что лучший вариант. Вариант. Думай. Думай, Шура. Напилась я пьяна. Не дойду я до дома. Завела меня тропка дальняя до вишневого сада. Да. Смотрите. Да не обращайте внимания. У каждого свои тараканы. У этого какие-то крупные. За бортом нафига. Да шут поймешь этих мужиков, что у них в башке происходит. С виду Бэтмен. Очихни. Смотри, что творит. Точно. Допилась я пьяна. Не дойду я до дома. Завела меня тропка дальняя до вишневого сада. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДмаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Вот это что? Откуда кот? Кот откуда? Да ты его сам взял. Привез домой. Ты что? Пошли. Что происходит вообще? Кот, снег. Что случилось? Куры? Откуда куры? У нас не было курей, у нас утки только были. Пусти какие-то стоять. Что ты кричишь? Успокойся. Что успокойся? Я что, выпал где-то на полгода, что ли? Ты чердака упал? Ты что? Подожди, с такого чердака? Нет, я не падал с чердака. Я помню, что когда уходил, я с лестницы навернулся. Ты еще на развод подавала. Мы что, разверлись? Какой развод? Ты что? Ну как какой развод? Это было недоразумение. Какое недоразумение? То, что ты к соседу ходила? Недоразумение, а? Да мы просто тогда с Гошей чай попили. Ты что? Ты не вздумай такое детям сказать. Где дети? На учебе где. Они в курсе? В общаге. Мы тогда ничего знают и посмеемся вместе. Они в курсе, что ты такая вертихвостка? Что ты такое несешь? Ты вообще в порядке или нет? Нет, я не в порядке. В порядке? Может врача вызовем? Себе вызовем, врача. О, новая кухня, гарнитур, обои, обои, обои-то что такие? Стремные-то. Ну мы сами выбирали. Ты сказал, эти берем. А потолок? Потолок явно не я делал. Я вот так не могу ровненько, как яичко. Кто помогал? Сосед опять? Да что ты со своим соседом? Шура это делала. Шура нам помогала. Какая Шура? Та самая? Та самая, ты не помнишь? Она что, до сих пор здесь? Она, да. У нас бартер. Мы ей жилье, она нам по хозяйству помогает с ремонтом. А что, она такая офигенный спец в ремонте? Да, она штукатурмаляр. Но из-за пандемии ее фирма обанкротилась. А с мамой она поругалась, не общается. Куда ей деваться-то? Это еще в первую волну было. Что за первая волна? Нашествие инопланетян, что ли? Ой, ну что ты такое несешь? Ну, первая волна была. Потом была осенью вторая волна. Она и сейчас еще идет. Идет уже на спад. Обещает еще третью волну. В Европу вон обещают закрыть. Но у нас-то получше. У нас спутник запустили. Какой спутник? Какой спутник? Распыляют что-то или что? Да что ты такое говоришь вообще? Спутник это наша российская вакцина. Не помню. Чтобы в красную зону не попасть. В какую еще красную зону? Ты что, не помнишь что ли? Ой. Подожди, я что-то... Всем привет. Привет. Привет, дорогие. Давай быстрее. Это что такое? Они что, из зоны? Они из магазина. Ты что? Ну, надо руки обработать, продукты обработать. Ты что, Толя? Ну, мы хоть и привиты, но все равно. На всякий случай. Давай, покажите. Верунчик, я еще должен что-то знать. Ну, ты что, Толя, ты не переживай, успокойся, ну. Как не переживай, ты посмотри, что творится. Ты посмотри, надо и помоги. Ну что, девчонки, я думаю, что случай тяжелый. Я думаю, надо его чем-то по башке шандарахнуть, чтобы мозги на месте встали. Мама-то вручет. С ума сошли, он ваш сын. Да, мой. Что хочу с ним, то и делаю. Ну, вообще уже. Тем более, он про развод заговорил. Так вы, слушайте, может, не будем выбивать? Может, мы его просто напугаем? Встали, подкрадемся и так. Ага. А он еще заикой станет. Не надо. Стресса для Толи хватит. Все, пусть идет к врачу в больницу. Еще что не хватало, чтобы там заразу поймал? Мама, ну сейчас идет волна на спад, вот он и успеет. Пусть идет в больницу. Вера права. Чем быстрее он поедет к доктору, тем лучше. А то он еще от этого стресса в запой идет. Здравствуйте. С какого перепугу мой сыночка в запой пойдет? Как с какого? Вера сама сказала. Посадила его новости за полгода смотреть. А там такое. Извините, без бутылки не разберешься. Ой, мне еще этого не хватало. Вот это что? Это не шутка? Про Трампа. Посмотрите, про Трампа. Про военные самолеты России в Италии. Про холодильники в Нью-Йорке. А? Что вот это такое? Анатолий, ты главное держи себя в руках. Угу, в руках. Толя, ну не нервничай ты так, ну. Васенок, ну что поделаешь? Не такое в жизни бывает. Хотя этот высокосный год крысячий. Как-то по-особенному подкрысил. Ладно, хорошо. Давайте подытожим. Если я все правильно понимаю, какой-то китаец съел летучую мышь. Год назад, да? И с этого все закрутилось, завертелось. То есть все страны закрыли границы. И все из-за одного китайца, который ест все подряд. Ну вот типа того. Так, ну а вот это? Вот это вот. Вот это вообще ни в какие рамки. Парада победы не было в этом году. Как такое, мама? Я смотрю, каждый год парад победы. Каждый год, ты же знаешь. Толя, да был он. Был парад победы, ну. Ну, отметили мы не 9 мая, а в июне. Угу. Май в июне. Круто. Так, ну а вот это что? Вот это что? Революция в Белоруссии. Это что? Это такое может быть разве? Это фейк или нет? Да фейк-фейк, сыночка. Или почти фейк. Но революция не состоялась. Наши победили. Короче, позитива больше, чем негатива. Не переживай. Угу. Мне бы, мама, твою уверенность. Что тебе? И твою, как сказать, позитивный взгляд на жизнь. Так, а вот это что такое? Геополитика. Смотрим. Так. Великобритания вышла из Евросоюза. Великобритания сбежала из Евросоюза? И ее понять можно. Так, ну а вот это смотрите что? Вот это что такое? Это что? Съемки какого-то фильма боевика «Белый дом захвачен экстремистами». Что это такое? Толечка. Ну где Белый дом и где мы? Ну захватили Белый дом какие-то янги. Кто они тебе? Может не рот снять, правильно? Ну, пусть они там воюют. Ну вообще войны не состоялось. Для нас что главное? Кремль стоит. Третьей мировой войны нет. Пока. А так вообще все хорошо? Какой кошмар. Не переживай. Какой кошмар, мама. Ну нет, не Кремль, конечно, кошмар. Вот это все кошмар. Толя, ну успокойся ты, ну смотри. Ну зато самоизоляцию уже почти отменили, да? И маски мы носим, ну для своего успокоения. Вакцины начали ставить. Все образумится, ну. Ну зачем так переживать? Мы даже дезинфицируемся. Вон. Для своего же успокоения. Зато очень много позитивного. Народ гриппом не болел практически. Да. Ну только коронавирусом. Мама. Ну что, мама? Ну закусан. Ну Толя, ну что ты делаешь, а? Дезинфицируюсь. А моя машина где? Вот твоя машина. Ты три месяца назад ее купил. Ты куда? Руль с той стороны. Японка. Ну хорошая машинка. Правда я купил, да? Ну конечно ты купил. Так, маски, перчатки не забыл? Так, сейчас подожди, посмотрю. Там в поликлинике на входе будут температуры. Маски, ага, все взял. Взялся. Ты сам справишься? Да, да, справлюсь. Ага, они маленькие уже. Так. У врача был уже неоднократно за столько лет. Ну хотя ты знаешь, у психиатра буду впервые. Куда мир катится, а? Куда мир катится? Байден выиграл. Хотя знаешь, мама была права. Хорошо, что не в третью мировую проснулся. Ты думай. Старайся думать позитивно. Кто еще психушку пекут. Да нет, все нормально. Все нормально. Самое главное, что мы с тобой помирились. Так ведь? Что не было никаких измен. Вот это самое главное, да? Самое главное, да, что плохое проходит. Хорошее остается. Ну и этот ковид еще. Ну я думаю, мы с ним справимся. Ладно. Ну все, беги, готовь свой суп. Потеплее. Ну все, ладно, давай, пока. Пока. Так, зубы. Так, документы, документы. Я же не мог. Или мог. О, а ты здесь? Я думала, ты в больницу уехал. Приехал уже. Ну что так? Слушай, где-то тут валик был. Точно знаю, что где-то был. Ты че, а? Ты че это? Слушай, мы это с тобой случайно не того? Ну мало ли, я просто так спросил. Я просто сам не помню, не знаю. Да ты за... Ты уж извини меня, что так спрашиваю. Ну так вот. Ты совсем уже... Мало ли че. Пошла я. Не, просто если вдруг что вспомнишь там... Да иди ты. Я просто не уверен. Да, видимо того. Вера, 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 ты где? Что? У тебя твою тули, извини меня, с головой точно не в порядке. Он сейчас ко мне подкатывал. Что? Чего? Реально подкатывал. Я че не придумываю? У него точно сдвиг. Какой-то сдвиг идет. Стоять. Я тебе правду говорю. Ну, Толя. Ее лучше не в порядке. С головой. Сидишь? Сижу. Че случилось, мам? Ну, сыночка, ну спасибо. Скажи мне, сынок, ты что мамку в могилу решила загнать? Да нет. Ты че? Ты зачем к Шуре подкатывал? Ничего я не подкатывал. Просто спросил, было ли у нас что. Полгода все-таки прошло, а я не помню ни хрена. А откуда у тебя такие мысли вдруг возьмешь? Я че не понимаю или не знаю? Мам, ну я не помню многие вещи. Я просто сомневаюсь. Слышь, сынок, ты мне как мамке на духу скажи. Может, че было у тебя? Реальный левак? Мам, да вроде предпосылок не было никаких, правда. Ну, я не помню. Ну, я просто не знаю, я не уверен. Может, и было что. И не говори, что я тебе говорила. Молчи, тряпочку. Молчи. Семья превыше всего. Меньше знаешь, дольше спишь. Вот именно потому, что семья, не могу я молчать. Как же нету смотреть в глаза? Кому это надо? Ну, кому вери? Вере точно не надо. Меньше знаешь, дольше спи. Мам, я так не могу, все. Я не пущу я тебя. Ты зачем жизнь свою будешь ломать? Я должен Вере сказать. Мама, пусти, пожалуйста. Ты че ты не должен? Ты просто человек. Мама, не мешай. Мама, не мешай. Мама, я должен ей сказать. Мама, я должен тебе сказать правду. Да кто хочет знать твою правду, дурачок? Да вы о чем? Не верьте ему. Вера, я должен признаться тебе. Я тебе изменил. Изменил? Да, я тебе изменил. Нашел. С кем? Я не уверен, но вот вроде как с ней. Ты че несешь? Вера, да я тебя умоляю, я б никогда... Ты че, придурок? Да я что, спрошу твоей подруге, да никогда бы не в жизнь. У меня доказательства. Вера, я тебе умоляю. Мама, не мешай. Он попадал сегодня, у него же мужчина. Мама, не мешай, у меня есть доказательства. Господи. Вот, я нашел машину. Не мой фасон. Нет, фасон может и мой. Ну размер, ты глаза-то разуй, я в них утону. Вера, я тебя умоляю, не слушай ты его. Ну это не туфелька Золушки, каждый не примеришь. Вера, не честно, не мое это, ну не мое, Вера. Это что у вас тут за артефакт? Вот, мамульчик, вот такой артефакт. Ай-ю. Упс. Накладочка вышла, это. Слушай, сынок, вот из-за этого ты весь сербур затеял. Нет, чтобы у мамы спросить. Такая аж что? Подождите, а вы что знаете эту распутную девку, кому принадлежат эти трусы? Ну, за девку, конечно, спасибо, но а почему сразу распутную? Ну, а какая? Может, она прогрессивных взглядов. Может, ей брак не к лицу. И почему она обязательно должна забыть про свою личность? Нет, а вы что, ее знаете, что ли? Вы ее знаете? Ну, мой недокомплект. Что? Ну, я еще думаю, где они, куда подевались. Так, так, так. Нет, мам, вы, наверное, Толю выгораживаете. А то, конечно, мама еще не выгородит. А что я выгоражу? Ты не помнишь, как на прошлой неделе-то мне ключи от машины давал? Мы с Ебру Петровичем ездили в Диногорск, окрестности осматривали, природой любовались. Ландшафт там наслаждались. У вас дома жгет. Девочки, да в 60 лет, поверьте мне, жизнь только начинается. Ну, что на ней, крест, что ли, ставят? Ну, не верите, хотите вам? Покажу. Это я что, не виноват, значит, получалось? Ну, видимо, в этот раз нет. Но, надеюсь, я больше, у нас сюрпризов не предвидится. Я тоже надеюсь. Ну, спасибо, мамочка. Ну, подумаешь. Кого там еще принесло? Ну, покажи. Иду, иду. Здравствуйте. Привет, а Веру можно? А вы кто? Вася, ее жених. Вера! Вера! Александра! Феорги, вы? Я. Может быть, вам помочь? Ну, с удовольствием. Подождите. Секундочку. Феорги, ну вы опять? Ну как, такие времена, знаете ли. Лучше предохраняться. Ну, хорошо. Ну, пойдемте. Что-то вы к нам давно не заходили в гости. Ой, а я все думал вас позвать в гости. У меня чай как раз свежий, травяной. Может быть, через ворота выйти, а? Да нет. Там меня менты пасут. Какой-то китаец, который ест все подряд. Съел крысу летучую, так? Сожалуйста. В воду дула ромашка. Так, тихо. Ребята, мы не хотим здесь заночевать. Я не могу, как она разбирает. Или оставить. Живой, долго еще лежать будешь? Камеру где спрятали? Ты что, с ума сошел? Я не знаю. Такой же была, как Марго. Просто килограмм 30 назад. Девочки, чего стоим? Иди сюда. Вообще-то об этом на каждом углу и не кричат. Вот хорошо, Уджи. Уджи, девочка. Ну, чего лежим? Ты хоть помогай мне. Ты же моя умница. Умница, дабку. Дай мне. Уджи. Нет, собаки. Уджи. Девчонки захотели покататься. Ну, давайте покатаем. Садимся все в лодку. Плывем на лодке. Мотор глохнет. Как соберешь, от него лодка не завозит. Да ладно. Не, между тем, что бы не происходило, никогда ничего со мной не произойдет. Вообще. Манки. Это Яна для Ютуба, чтобы они точно знали, что ты снимаешься. Почему вы не делаете? Спасибо, Вань. Все снял? Ты спишь крепким словом. Ты как хотели? Ты почему могла так делать? Нет, нормально. Ты же не можешь в соседней комнате спить, а он тут с этой. Яна для Ютуба. . Продолжение следует...